Антон Денисенко – молодой российский и белорусский актер, музыкант и телеведущий. Наиболее известной картина с его участием является романтическая комедия под названием «Сладкая жизнь». Антон родился и вырос в Минске. Там же окончил общеобразовательную школу. Он с детства был творческим человеком и писал стихи, выучился играть на гитаре. Юноша был очень начитанным и артистичным. В 2005 году Денисенко принимает решение поехать в столицу России, чтобы продолжить образование в одном из самых знаменитых театральных вузов. Ему удалось убедить экзаменационную комиссию Театрального института имени Щукина в своих способностях. И с первой же попытки Антон становится слушателем курса актерского мастерства у Родиона Овчинникова. Уже с третьего курса начинающий актер начал выходить на сцену театра имени Вахтангова. И достаточно неплохо зарекомендовался перед зрителями и некоторыми специалистами. Но по окончании вуза Антон Денисенко не остался в стенах театра. Вместе со своим однокурсником Женей Харлановым он создает музыкальную группу танго Вахтангова и выступает в различных клубах столицы. Женя отвечает за музыкальную часть, а Антон пишет тексты для песен. Стиль коллектива близок к интеллектуальному, альтернативному творчеству. На своих концертах парни совмещают музыку и театры часто устраивают настоящие представления, порой даже костюмированные. В настоящее время Вахтангова работает над выпуском студийного альбома. Кроме того, Антон Денисенко сотрудничает и с телевидением. На каналах «Моя планета», «Москва-24» и «ТНТ» он ведет различные программы, в том числе авторский проект «Москва и окрестности», в котором рассказывает зрителям о столице России и ее непредсказуемой жизни. Дебютом в кино Антона Денисенко можно считать мюзикл Валерия Тодоровского под названием «Стиляги», в котором он сыграл роль одного из комсомольцев. Часто данную работу не включают в официальную фильмографию актера, так как в титрах его фамилия указанной вовсе не была. Затем он появлялся в «Криминальном детективе», «Стервы», «Мелодраме», «Моя большая семья» и «Триллере» на одном дыхании. Но успех к Антону пришел в 2014 году, когда на телевизионных экранах начали демонстрировать первый сезон комедийного сериала «Сладкая жизнь», где актер сыграл роль нерешительного москвича Марка, который не может определиться с романтическими отношениями. Популярность фильма повлияла на быстрое завершение съемок второго сезона. Персонаж Антона Денисенко вновь оказывается в центре внимания. Актер рассказывает, что по изначальному сценарию Марка должны были ждать радикальные перемены в характере, но Денисенко настоял, чтобы изменения не были такими уж резкими. Кроме того, по его рекомендации в сюжет были включены смешные эпизоды с участием этого героя, так как Антон считает, что даже самую серьезную тему можно представить с комической точки зрения. Позднее было официально объявлено о съемках третьего сезона «Сладкой жизни», также в планах режиссера снять полнометражный фильм, продолжение которого объединит и завершит историю о герое Антона Денисенко. У Антона Денисенко есть любимая девушка, фотограф Ирина Жиркова, которая является арт-директором проекта «Театрал». Антон в свободное время много путешествует, особенно по экзотическим странам. За последнее время он вместе с женой посетил Таиланд и Мальдивы. Кроме того, актер прекрасно играет в футбол, сокс и футбэк. В конце июля 2017 года Антон Денисенко женился на Ирине Жирковой. Их свадьба состоялась в Минске, куда приехала вся команда сериала «Сладкая жизнь», чтобы поздравить молодоженов с одним из самых важных событий в их жизни.